Человек труда, человек дела. Так говорят о Владимире Орлове, первом секретаре Куйбышевского областного комитета партии. Человек, который много сделал для города, области и страны. Владимир Орлов возглавлял Куйбышевскую область 12 лет, с 67 по 79 годы. В это время были построены и начали работать Волжский автомобильный завод. Куйбышев Азот, Синтез Каучук, нефтеперерабатывающие предприятия, шоколадная фабрика «Россия». Выдающийся политический деятель в семье был заботливым мужем и отцом. Он жил действительно простой жизнью. По воскресеньям мы собирались все за столом, это был обед воскресный. Суббота, воскресенье – это были обычные семейные дни, когда мы ездили на рыбалку, купались. Господи, да все делали, что нормальные люди. Тот период активного развития региона сравнивают с нынешним. При Орлове только за одну пятилетку почти 650 тысяч жителей области получили квартиры. И сейчас темпы строительства жилья такие, каких не было несколько десятилетий. Возрождается промышленность, Самарская область вновь становится опорным регионом страны. В своей приветственной речи губернатор Николай Меркушкин отметил, что дальнейшее развитие области и страны в целом должно базироваться на том примере, который был заложен предыдущими поколениями, в частности Владимиром Орловым. Орлов из той приятных, который нам все это передали, передали и мощь, и силу, и все то, что мы строим, до сих пор составляет примерно 80-85% стоимости нашей государственной формы. Если мы молодые люди, пример брать таких, как Орлов, то мы точно будем жить в великой стране, сильной стране, будем на самом деле оставить детям в руках, в руках, в землю и в страну, в ту, которой они могут и гордиться, и в оборудовании. В память о Владимире Орлове губернатор предложил выпустить книгу, снять документальный фильм и рассмотреть вопрос о том, чтобы назвать в честь Орлова одну из улиц в Самаре. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События.